Как ты, брат? Да слава Иисусу Христу! Мы благодарим Бога, что нас Господь избрал из этого мира, а открыл истину, что мы ждем суда Божия. А что тут делается на этой рулетке, ужас. Я вот сегодня рассказываю, вот так вот, как будто лицо на бок маленькое, женщина, ну молодая. Я стал говорить, а она свернулась, и видно, рядом мужик лежит. А он мужик вот так взял ее за грудь, открыл грудь, прям голая грудь. И давай я сосок крутить. Я так, а то надо, говорит, опупеть совсем. Я говорю, за 1300 лет ни одна мусульманка этого не позволит делать. Тебе цена копейки даже нету, ты еще делаешь-то. А ты покажи свой, на меня, говорит. Одно и то же, повторяю, покажи орган свой. Вот куда пришли мы. Мужик на мужике тут женятся, показывают. Она небесноватая. Это Содом и Гоморра, и Бог будет выжигать это все. Жить надо для Бога. Высокая цель. Прославить Бога. Я знаю, вот у мусульман, у них, я не знаю, он мусульманин или нет, а у них такое, каждая мусульманка дает слово подарить Аллаху пять сыновей. О, какая высокая цель для Бога. А у нас, что спрашивают-то, уже в седьмом классе не найдешь, чтобы она себя хранила. Вот я спустился в эту рулетку-то, и мы видим, что мы пришли проповедовать. И мы молимся, Господи, пошли проповедников, миссионеров, которые понесут слово Твое к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, чтобы люди познали любовь Божию, как Бог нас терпит, любит. Вот я говорю, если бы вы считали нашу книгу-то, вот у нас, видите, какая книга. Да. Да. Тут все сказано, как Адам с Евой согрешили. Из-за этого греха уже умерло, все люди смертные стали. Больше ста миллиардов людей. У меня есть, я считаю, у меня целый том написан о Коране, я разбираю по сурам, аятам, выпущена книга. Сколько, недавно с мусульманином говорили, я говорю, я тебе назову, сколько бухов там, если целиком считать от корки до корки, сколько надо времени на это. Он даже не знал никогда, я говорю, 16 с половиной часов. Я каждую суру и аят разбираю в сравнении с Библией. Ни нападок, ничего нет. И что о мусульманах было сказано за 1300 лет? Это целый том, 750 страниц. Вы, если зайдете на наш сайт, увидите там мои книги. Вот у нас YouTube, вот это мы, я с вами разговариваю, у нас все записывается, выставляется. В YouTube у нас 14 тысяч с половиной роликов. Роликов. Где мы говорим о Боге. Вот мы в поездке ночевали в Азербайджане, в доме Мулы, в Баку. Потом пошли в мечеть. Я там молился. Я могу рассказать это, люди даже не верят как. В одном месте, кажется, Каспистом был. Я книги дарить ехал, 38 томов у меня вышло. Я дарил во все библиотеки. 650 городов посетили до Лиссабона. Ну и идем, а тут стрелка вот так написана, на этаж поднимаешься. Без Бога не до порога. И вот мы тут встретились. Мы молились, чтобы Бог послал людей добрых, которые желали бы услышать о Боге, о вечности. Наши знания, они не выдуманные, они все написаны отсюда. Главная книга мира, говорящая о том, как мир создан, как пал, как может встать. И пророчества говорят о сегодняшних днях и о последних днях мира, как события будут развиваться. Ни один политолог этого не знает, а мы знаем. Христос умер за наши грехи. Вы разве не верите, чтобы Бог сотворил этот мир и нас? Верю. Ну, да конечно же, удивляться-то. А мы верующие, православные христиане, проповедники, пришли в это ущелье тьмы, мрака, заблуждений, проредки. Чтобы людям рассказать о Боге, что так жить нельзя. Я же перед вами открытый, а вы спрятались. Ну, уже не на равных. Выходите на экраны, мы побеседуем. Я отвечу на ваши вопросы, если есть они. А вы одни живете? Повторите. Вы одни живете? Ну, не один, конечно. Мы молимся. Вот сейчас еще люди подойдут. Мы говорим о любви Божией, как Христос умер за грехи людей и зовет всех к покаянию. А без Бога вот то, что видим здесь. Мужик на мужике женится. С ума сошли люди совсем. В смысле? Да гомосексуализм. Как говорится, гей-парады. Безобразие ужасное, что тут творится. Понятно, да. Мы говорим о Боге, о вечности, о любви. Нам прятаться не надо. Мы никого здесь этим не обижаем. Сейчас просто разговаривали. Вот так же лежала женщина одна. Я только стал говорить, а она сдвинула маленько глазок. И там парень лежит, мужик. Он вот так грудь ее взял, одежду снял, халат на ней. Взял сосок и крутит у нее передо мной. Я говорю, ты то ли с ума сошел. Грудь полностью открытая и сосок крутит. Соски для ребенка, а не то, чтобы ты мужик. Ты что делаешь-то? А она, давай материться, женщина. Я говорю, тебе цена-то копейки даже нет. Из мусульман за 1300 лет ни одна мусульманка не позволит с собой так обращаться. Ты самая ценная, самая скрытая. И он лежит над ней. Он тебя не ценит. Ты ему не нужна. За хорошую невесту табу лошадей отдавали. Киргизы. Что же делать это? А она одно, покажи на меня, покажи свой. Давай, покажи. У нее два слова. Покажи на три буквы. Покажи на три буквы. Она лопнута. И нормально смотреть как. А верующий человек, он не то, что там, а даже вообразить это не может. Разве же можно это? Вот спрашивает наш один тут брат. Да, вообще куда мир катится? Я не знаю вообще. К погибели, как написано, Содом и Гамора должны быть сожжены огнем. Вот когда были садомиты, это мужеложники. Ну, мужик на мужике женится. И город этот, Содом и Гамора. Сейчас, минутки, не уходите. Сейчас открою. Хлеб принесли. Так, я могу отойти от вас. Вы только запомните, если вы пожелаете со мной встретиться, в скайпе зарядите Игнатий Лапкин. Я вам отвечу на все вопросы. Я проповедник, 56 лет. А если зайдете во свете Библии, называется наш Ютуб, там 14,5 тысяч роликов наших. Вот мы разговариваем, беседуем, где у нас все снимается. Людям надо сказать о Боге, о вечности, о любви Божией. Если люди ничего не знают и никогда в руках не держали эту книгу книг, повторяю еще раз, то они ничего не знают. Он только думает, что что-то знает. Бог открывает прошлое, как Бог мир сотворил. Открывает настоящее и говорит о будущем, что будет дальше. Мы знаем, как мир закончится этот. И что дальше будет. Притом, это предсказание 2000 лет назад записано. 2000 лет назад. Уже про эти чипы уже указано было. Как это может быть? Бог знает. Про это Чернобыль уже написано было. Названо полынь. А когда узнали слово полынь, звезда пала. Так это полынь есть черные былие, черная трава. Вот как. Господь приглашает всех к себе на пир. Он взял пир сына своего. Притча такая в Евангелии написана. То есть, кто откликнется на слово Божие. Верующий в сына Божия во Христа, который умер за наши грехи, имеет жизнь вечную. Будет всеобщее воскресение, все воскреснут. Ну, вы в школе-то учились. Как Лермонтов писал на смерть поэта Пушкина. Есть Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону златы. И мысли, и дела он знает наперед. Народ. Он знал, о чем писал. Я в школе спрашивал, а как мысли знать? Ну, это народ. Народ. Да народ чего? Народ один не знает, два не знает. Это уже народ. Три. Никто не знает, что будет дальше. Вооружается сейчас там вот. Ракеты новые там изобретают. А это ни грамма не поможет. Все сгорит. Это написано так. Сгорит земля и все дела на ней. И в войну погибнет сразу. Два с половиной миллиарда человек. Это уже предсказано. Уже все это зафиксировано. Так а что делать? Что делать? Молиться? Мы приговоренные. Обороняться? А что обороняться? Путин как-то сказал. Сейчас везде это муссирует. Он сказал. Прямо сказал. Так и было. Ну, ладно. Вы ударите по нам ракетой. Ну, умрем. Мы спасены будем. Мы пострадавшие. А вы здесь все равно сдохнете. Потому что земля-то вся отравлена будет. А вы все равно сдохнете. Так здорово получилось это. Но мы не об этом говорим. Говорим, что Иисус Христос взял наши грехи. Он умер за нас. Это в Евангелии написано. Вы только запомните, что я вам говорю. Мое имя, фамилия. Вы можете выйти на меня по скайпу. Игнатий Лапкин. С этой фамилией и именем я один на весь интернет. И Господь, если к Богу угодно, и вы пожелаете. Ваши вопросы подготовите. Я вам подробно отвечу. Мне вот сейчас отходить надо. У вас сейчас вопросы есть какие-нибудь? Никаких нет. Вопросов нет. Знаете, две причины. Две. Одна та, что человек все знает, что ему спрашивать, когда знает. А другая ничего не знает, даже вопрос задать не может. Я вел занятия в пяти университетах сразу. В тринадцати школах. Три радиопрограммы. Передо мной тысячи и тысячи людей прошли. И поэтому я издал книги, отвечая на 4124 вопроса в книгах. На основании того, что Библия говорит, святые отцы, жития святых, каноны, что по этому вопросу говорят. Это Божье дело. Ну, каждому дается свое. Вы там одно что-то можете делать. Мне Господь позволил этим путем идти 56 лет уже. Я заплатил за это тюрьмами, лагерем. Нас тогда за это дело власть не одобряла, преследовала. Но мы остались живые. Мы благодарим Бога. А что будет завтра? Да Бог его знает. Мы молимся. Встаем мы рано в 4.40 всегда. Я был начальник детского лагеря, образовал православный лагерь. 45 лет. Ни рубля государство не дало, тысячи детей подняли. То, что Иисус это человек, а не Бог? Нет, конечно. Он сам о себе говорит. Что он говорит? Ваша книга написана на 700 лет позже. На 700 лет. Еще можете сказать, 700 лет, когда Христа уже не было. Откуда вы думаете-то? А Евангелие-то писали свидетели, которые со Христом ходили. Это вы сами подумайте. В семь столетий люди верили во Христа. 450 тысяч христиан казнили за веру во Христа. И вдруг, через 700 лет, а это неправильно. Вот сейчас кто-то выйдет на улицу, и вам будут говорить, что ваше неправильное. Так же не делается. Нет, вы просто, вы свои, наверное, состыковки, наверное, там не видите, наверное, в вашей Библии. Хорошо, вы дни недели знаете? Что? Дни недели посчитать. Можете начинать, понедельник, потом... Ну, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Так. А почему называется понедельник? Понедельник? Да, понедельник. Что означает? Скажите, почему называется понедельник? Потому что воскресный день считался неделя. А это понедельник, то есть за неделю, за воскресеньем. На славянском языке воскресный день называлась неделя. Вы только... Вот с вами начнешь разговаривать... Я знаю, что у христиан воскресенье как бы выходной день. Я сейчас вам говорю. С вами начнешь говорить... Как бы нерабочий день у вас. Вы одного предложения не можете выслушать. Вот с вами начинаешь говорить, вы сразу отключаетесь и прячетесь. Это говорит о чем? Я вам ничего не говорю. Нет, вот не отходите, разговор закончим. Понедельник называется понедельником, потому что понедельник. Иди за мной, а по-славянски гряди по мне. Понедельник. Вторник, второе, среда, посредине, четверть, четвертая. А пятница что означает? Пятая? Да. А суббота? Суббота означает шаббат, с еврейского языка. Покой. Покой. Евреи суббота был покой. Покой, шаббат. И рабочий день выходной. Так, теперь. А воскресенье что означает? Ну, вы же сказали, конец. Воскрес Христос. Сами названия говорят. И заметьте, в каком порядке. Христианская религия имеет отношение прямое к евреям, потому что Ветхий Завет от евреев. Они суббота, они не дошли до воскресенья. А вы в пятницу еще даже до евреев не дошли. Вы в пятницу отмечаете. Вы сами только задумаетесь. Вы хронологически позже возникли. Вы позже возникли-то на сколько? У нас пророчество. Вы взрослый человек. Вот, смотрите. Взрослый человек, да, понял. Вы взрослый человек, ну, такой бред, говорить. Вы возьмите в руки, возьмите бумагу. Я вам кое-что про Коран буду насчитать. Запишите. Возьмите. Нет, спасибо. Вы запишите, это очень полезно вам будет знать. Все, ушел. Нет, все сбежал. Я сказал, что сбежит.